Ольга Старцева только с самолета приехала со встречи с президентом. Дома ее встречают троняшки Ярослав, Павел и Валерия. Ольга ездила в Москву, чтобы рассказать Владимиру Путину о проблеме многодетных семей. По закону безвозмездно от государства им положен земельный участок. Ольга с мужем решили продать двухкомнатную квартиру и купить просторный дом. Уже присмотрели территорию в черте города. Но оказалось, что за землю придется заплатить подоходный налог. Внушительная сумма для многодетной семьи. Конечно, хочется поближе к городу. Сами в городе проживаем. И если в черте города, то налог, если убрать участок размером 10 соток, составит около 180 тысяч рублей. Владимир Путин назвал программу предоставления земельных участков многодетным семьям очень хорошим решением. Он уточнил, что при их выделении не во всех регионах нужно платить налог. Но там, где нужно, его вполне можно отрегулировать. По словам главы государства, он даст поручение вице-премьеру Ольге Голодец вместе с губернатором проработать этот вопрос. В будущем многодетных жителей региона могут освободить от лишних затрат при получении земли. А вот в случае с автовазом госзатраты оправдались. Тольяттинский завод как яркий пример динамичного развития производства. Губернатор рассказал президенту о планах. Автоваз в ближайшие годы планирует выйти на производство одного миллиона автомобилей в год. Сейчас на новые модели большая очередь, отметил глава региона. На «Ладе Ларгу» записи уже на март. Перспективы тольяттинского автогиганта позитивно оценивают и независимые эксперты. Конкуренцию импортным машинам автоваз прежде всего составляет по цене. Качество-то всегда можно подчеркнуть, дело времени. Но многое будет зависеть, еще раз повторюсь, от внешней конъюнктуры. Как будет развиваться страна в целом. Миллион автомобилей произвести можно. Это не вопрос. Самое главное их продать. Участники встречи напомнили главе государства. На ВАЗе в Тольятти он был и не раз, а в Самаре нет. Владимир Путин сказал, цесирую, приеду обязательно. Мария Иваткина, Ольга Конышкина, Валерий Шаронин. ГИС. СОБЫТИЯ